У нас третий урок, по-моему, сейчас. Итак, мы остановились, по-моему, на важности отображения перевода в полном соответствии с оригиналом текста. Когда мы будем иметь возможность, если кто из вас будет иметь подстрочник, будет помнить, что там отображали только одно из значений, первое значение. Потом там делали чисто механический перевод. Это значит, они не приводили в соответствии с литературным произношением. То есть тот порядок оригинала греческого, который есть, они его не изменяли. Они над каждым греческим словом просто надписывали русское слово. Не так, как мы сейчас читаем. Подлежащее, сказуемое, потом все остальное. Там, может быть, самое важное ключевое слово может стоять в начале или самом конце. То есть тот порядок, который оригинал есть, там так и соблюден. Поэтому немножко очень сложно иногда читается. Тем более с соблюдением частей речи. Если эта часть речи прилагательная, то они пишут как прилагательная. Если это существительное, то они пишут как существительное. Не так, как переводчики. Богатством неправедным. Богатство существительное, неправедное – это уже прилагательное. Оригинал говорит, мамоной существительное. Неправедности тоже существительности. Понимаете? Мы не можем позволить себе, как переводчики, искажать то, что содержит оригинал. Потому что тогда искажается смысл священного писания. Кстати, пример того, что вот иногда люди убрали предлог ЕК. Помните? А вы знаете, что происходит, когда добавляется какой-то предлог, которого нет в оригинале? Тоже искажается смысл. А вот его нету предлога, а его взяли и добавили. Есть один интересный стих. Евангелие от Иоанна 10.10. Все его знают прекрасно. Все цитируют на память. Но к там вы обратитесь. Он в оригинале звучит совершенно по-иному. Иисус говорит, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы вы имели жизнь. И дальше синодальный перевод пишет. И имели с избытком. Объясняю вам, что в оригинале вы не найдете предлог С, поскольку там вообще нет никакого предлога. Да? А слово избыток, это там несуществительное, как отобразили переводчики. Слово избыток вы вообще не найдете там в греческом языке, в оригинале этого слова. Обратитесь и увидите, потому что это слово там прилагательное, и предлога там нету. И говорит там Иисус не о материальном богатстве, а совершенно иной жизни. Он говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели превосходную, особенную, чудную, необыкновенную. в украинском языке не обмеженную. Ну, не всем можно еще позволить позволять говорить. Слово не обмеженную мы в сноске не писали, потому что некоторые поймут превратно. Ага, неограниченную, значит, все мне позволительно, все мне полезно. Но здесь Иисус имел другое в виду, когда Он говорил неограниченную. У нас нет ограничения во Христе Иисусе. Почему? Потому что все мне позволительно. Так что будем грешить? Павел говорит, ни в коем случае. Мне все позволительно, но мы не грешим. Понимаете? У меня нет ограничений, но я люблю Иисуса, поэтому не буду делать вещи непотребные. Понимаете? Ничто мне не соблазнит, потому что тем самым я предаю Его, когда я обольщаюсь чем-то. Богатством или мамоной, или увлекаюсь там кем-то, чем-то. Вот о чем говорит. Понимаете? Мы не ограничены, но в то же время во Христе Иисусе мы из любви к Нему понимаем, что дозволено, что не дозволено, что выходит с наших уст, а что не выходит. С наших уст не может течь соленая и сладкая вода одновременно. Этими же устами, чтобы мы благословляли и кого-то еще проклинали. Нет, нет, нет. Понимаете? У нас нет этого ограничения, что ты не имеешь права то, 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 то. Понимаешь? Если ты любишь его, то ты понимаешь, что ты этого делать не будешь. Не потому, что есть какие-то ограничения у тебя. Понимаете? Поэтому мы, он пришел, чтобы вы имели жизнь, мы имели жизнь, и имели жизнь особую, прекрасную, украинское слово чудовую, превознесенную. Понимаете? Имели преимущественную. Жизнь преимущественная. Понимаете? У нас такое преимущество, которое нет ни у кого другого. Имели жизнь, и жизнь имели преимущественную. Какую? Дух Святой, который в нас. Дает нам такое колоссальнейшее преимущество, которое имеет никто в этом мире. Он нам наставляет, учит, будущее возвещает. Разве это не преимущество быть христианином, быть рожденным свыше, быть крещенным в Духе Святом и иметь все те преимущества, которые мы имеем перед этим окружающим нам миром. Мы ходим в дарах, мы ходим в святости. Не просто ходим, мы служим этими дарами. Мы ходим в святости. Мы не стоим в святости, а мы ходим. Благостуя благое, благостуя мир. Вот чем преимущество. Вот какую жизнь Он пришел нам дать. А не просто насладитесь там трехэтажным домом, БМВ, машинами и все. Не в этом. И это Бог дает. Но не в этом наше преимущество. Понимаете? Ведь Амраам был тоже очень богатым человеком. Но когда он увидел троих, он побежал. Поприветствовал их, поклонился им, пригласил войти, уговорил, чтобы они вошли. Потому что тем самым он ангелов пригласил, непростых ангелов. Вы знаете, лучше муку, лучше откормленного теленочка заколол. Да? Все приготовил быстро. Вот. Потому что Амраам был верен ему. Во всем был верен. И даже когда он сказал возложи свана своего. Он не стал советоваться с Арой. Он быстро, утром, рано утром собрал осликов, слух своих, сына, дровишек и отправился в дорогу. Не думал там, Господи, мне надо второе подтверждение, что это ты сказал. Он знал голос его. Он знал, что это Бог сказал. И когда уже предавал его жертву, ангел взял его за руку и сказал, не делай этого. Вот теперь я знаю, что боится ты Господь. Поэтому, если кто-то думает, что вот так, без испытаний, будет всего в жизни и вот так все ровно, гладко проходить, нет. Для того и нам даны испытания, чтобы испытать, насколько мы верны ему. Понимаете? Бог ищет неуспешных людей. Слышите? Верных. Любящих его искренним сердцем посвященных. Слышите? Самая ценность большая – это верность Господу. Итак, мы остановились на том, что синодальный перевод – прекрасный перевод, но нужно нам чаще обращаться к оригиналу, чтобы видеть, если у нас есть сомнения, что-то здесь, мне кажется, надо посмотреть другие моменты, другие переводы, что, может быть, я что-то усмотрю, что-то увижу для себя, нового, в других переводах. Обращаемся к оригиналу, действительно, чтобы познать, что именно первоисточник говорит. потому что еще в середине прошлого века, это 60-е годы, в 60-х годах, в середине прошлого века, очень уважаемый служитель Александр Мень, а он был как-никак из православных, закончил духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию, служил в подмосковных храмах. Александр Владимирович в 35-м году родился, написал много прекрасных книг, и он трагически погиб 9 сентября 90-го года, вы знаете. Так вот, в этой книге «Сын человеческий» Александр Мень писал предисловие, цитируя Новый Завет автору, то есть Александру Мень пришлось отказаться от общего потребительного синодального перевода. Православный отказывается от православного перевода. Достоинства его несомненно, но сделанный более полутора веков назад, это в то время, когда писалось предисловие, он устарел как в научном, так и в литературном отношении. Ну что значит в научном? Синодальный перевод – это что, наука? Это прежде всего Божье Слово. Это его наука, его учение, записанное, записанное людьми. И писалась она на протяжении 1600 лет, вы это знаете. Мягко сказано, устарел в научном. я бы сказал бы, он устарел в правильности теологическом переводе, потому что многие моменты, связанные с переводом теологическим, духовным переводом, это книга духовная, не отображает той реальности, которая заключена в оригинале была текста священных писаний. Поэтому он отказался от обащебуребительного синодального перевода. Он знал в совершенстве греческий язык, прекрасно писал, комментировал, объяснял многие моменты, потому что он понимал, что человек никогда не может получить откровение слова ремос выше, от верхних источников, на неправильном переводе текста священного описания, на неточном даже, на неточном. давали предлог с, и вместо прилагательного, как в оригинале, сделали существительное. Пришло, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Всем так это нравится. Представляете? Избыток всех устраивает. А на самом деле Иисус не говорил, а на самом деле Иисус говорил, жизнь человека не зависит от того, сколько он имеет, от имения его. Помните? Не зависит. от материального благосостояния. Возьмите пророка Осью, возьмите пророка Амоса, возьмите малых пророков, Исайю, Иеремию, других пророков, которые вместе с народом Божьим страдали даже в Вавилонском плену. Они большой испыток испытывали в Вавилоне там. Дело не в избытке, а дело в понимании, для чего Иисус пришел. А Сыну Человеческому негде преклонить голову. Птицы небесные имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну Человеческому пришедшему даже негде голову преклонить. пришли два ученика спросить «Пришли посмотреть, где ты живешь?» Сын Человеческа пришел на землю, и они хотели посмотреть, где он живет. Поэтому вы должны понимать, что за 200 лет, почти 200 лет, этот период претерпел большие трансформации, изменения, особенно в семантике слов. Семантика слов очень существенно изменилась. Я вам приводил пример в отношении изверга. Изверг в то время был преждевременно извергнутый из утробы матери. Потому и назывался извергнутый изверг. Но только после Второй мировой войны слово изверг приобрело оттенок, что это самое негативное слово. Фашистские изверги. Понимаете? И слово изверг у нас сейчас носит самую негативную окраску. И Павел вдруг говорит о себе, как об изверге каком-то. Ничего себе. Сильно, конечно, сказано было. Но когда мы обращаемся к оригиналу, то мы понимаем, что это недоношенный, преждевременно рожденный, извергнутый из утробы. Потому в некоторых даже синодальных изданиях они в конце Библии делают кратенький словарик, где слово изверг объясняет, что это значит недоношенный, преждевременно рожденный и прочее, прочее. Да, семантика слов в то время была, она соответствовала этому слову. Но сейчас она вполне не соответствует и вовсе незачем ее оставлять прежней, употреблять это слово как изверг, потому что люди, слушая, будут понимать не так, как что имелось в оригинале, что имел сам апостол Павел, когда употреблял это слово экструма греческое. Преждевременно извергнутый. И как я уже говорил вам, что некоторые слова греческие, они имеют много-много значений. Вот возьмите одно из значений слова каталамвана, греческое слово, это первая глава, пятый стих Евангелия Теанна, где написано «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И тьма не объяла его. Помните? Помните, прекрасно. И светло темремо светит, и темремо не огорнуло его. Так вот это слово каталамбана обозначает опановывать, охопливать, обеймать, огортать, оволодевать, поглинать, подкарить, долать, перемогать, осиливать, осягать, пизнавать, понимать. Так какое из этих слов в десяти вы возьмете и выберете одним, тем, которым вы посчитали самое лучшее. Гораздо лучше, когда мы понимаем уже на нашем языке родном, и тьма не одолела его, тьма не победила его, тьма не превзошла, не превозмогла, тьма не смогла его победить, не объяла его, не опановала. То есть, когда мы будем иметь в этот как можно больший синонимический ряд значений этого слова на украинском или на русском языке, то нам, к нам приходит полнота понимания смысла этого стиха. Понимаете? Это все равно, что на Луну взорить не с одной стороны, а еще и раз, и с другой стороны, как зеркало посмотрели, и знаем представление, что там. когда женщина делает прическу и смотрит в зеркало, она может посмотреть и сзади, как зеркало, и все, со всех сторон. Точно так же и слово, когда оно многогранно, греческое слово оригинал, и мы его отображаем русскими и украинскими словами в той многогранности, чтобы человеку было легче воспринимать смысловое, прежде всего, смысловое значение. Вот вам пример того, что одно слово очень трудно отобразить первым только словом. Взять, механически подставлять первое из всех значений слова, и люди думают, что, мол, так вот, в оригинале же написано такое слово. Но, ребят, помните всегда, сестры, братья, помните о том, что дается в подсрочнике одно значение, и, как правило, первое значение, главное. Вы можете открыть тот же подсрочник и написано, где Иисус, это самое, его дух сильно смутился, и в других переводах возмутился, в других переводах сильно он застонал, простонал в духе, в других переводах по-разному. Это сложный момент, сложное слово. Но вы понимаете, что происходило, когда он в духе, подсрочник пишет, что Иисус прорычал. Ну, это же понятно, что механический перевод и он не соответствует тому смысловому значению, что имел сам автор послания. Это же абсурд, вы понимаете? То есть они поставили первое одно из значений этих слов, и все, пошли дальше. Ну, а вы там тогда уже исследуете и смотрите все значения этого слова. И тогда будет понятно, что он простонал, не просто там, как написали, прорычал, да. И что интересно, что этот подсрочник имеет 26-ю редакцию Алланда. Что это обозначает? Это обозначает, что многие манускрипты, они имеют особенность. Есть переводы, которые были пользовались текстус-ресиптусом, манускриптами, так называются. Ими пользовались синодальный перевод Агиенко, другие переводчики. Многие пользовались другими оригиналами греческих текстов, другими манускриптами. И вот 26-я редакция Алланда, которая была использована в Новом Завете, вот этом российско-библейское общество, это не текстус-ресиптус. То, что было в синодальном переводе. Почему? Потому что кто платит, тот и музыку заказывает. Понимаете? Они пожелали, чтобы это была 26-я редакция Алланда. А когда меня спрашивали вообще-то, с какого вы первоисточника переводили, я сказал, с текстуса-ресиптус. Виктор мне говорит, что Валерий Александрович, слава Богу за вас. Почему, если вы мне сказали, что вы передавали с 26-й редакции Алланда, я бы я бы с вами потом даже не здоровался. Виктор, я не помню, что ты имеешь в виду? А разве вы не знаете? И кое-что мне поведал. А потом, когда я очень тщательно, глубоко исследовал некоторые моменты, я убедился, да, то, что он говорил, это правда. Вы посмотрите книгу «Откровений», там конкретно написано один стих, где говорится о том, что... Это, по-моему, сейчас я открою. Это книга «Откровений». Да. Вот в синодальном переводе написано из манускрипта «Текстус Ресиптус». То, что мы читаем, то, что написано. Сейчас, это 11-я глава, 8-й стих. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Слышите? Виктор, иди сюда. А что пишет 26-я редакция Алланда? Вы знаете, есть некоторые люди, которые по определенным причинам излагают так, как они считают нужным изложить. И он пишет. И труп их на улице на улице города великого, того, который называется духовно Содом и Египет, где и Господь их был распят. Нормально. Апостол Павет пишет, что где и Господь их был распят. В нашем «Текстус Ресиптусе» где распят наш Господь. Где распят был мой Господь. Я верю, что и твой Господь. А он не говорит, где распят был наш Господь. Где распят был их Господь. Вам о чем это говорит? Мне это говорит об этом многое. Вот что значит 26-я редакция Алланда. Да, она приводит примеры «Текстуса Ресиптуса» внизу. В «Текстус Ресиптуса» такое слово. А у нас такое слово. И все это сделано с целью сказать, что у нас самое современное, у нас самое последнее, у нас самое лучшее, у нас самое эксклюзивное. Наша редакция, вот, берите «наше». Наша самая лучшая. Наша самая новая. Да. Поэтому, говорит, я бы с вами не здоровался, если вы использовали не «Текстус Ресиптус», а вот «Вашистую редакцию». Я бы вам об этом не сказал бы. Я бы просто в будущем с вами просто не здоровался бы. Да, мы можем пользоваться российским библейским обществом вот этим изданием, но помнить о том, что «Текстус Ресиптус» всегда в сноске. И везде всякий значочек он определяет и показывает, что есть разница между 26-й редакцией Алленда и «Текстусом Ресиптусом». Понимаете? Потому что разница слова другие, предлоги другие, вставки другие. У нас есть, у них этого нету. У нас это есть, у них этого нету. Понимаете? Сложности существуют, поскольку сохранилось около много, тысяч рукописей Нового Завета. И ученые по сей день пытаются определить, какая из них наиболее точная, которую нужно именно использовать как достоверную, что именно это ближе к автору, что именно так писалось, так говорилось. Но это очень непросто сделать. Понимаете? Две тысячи лет тому назад, примерно две тысячи лет тому назад писалось это и определить теперь. Вот это было раньше написано или вот это было раньше напечатано? Там ведь даты не ставили, когда что писалось. Даты не ставилось. Самая сложность большая заключается. Это сейчас современное время. Из-под принтера выходит там любая бумажка и написана дата. Когда отпечаталось за время и час. Тогда этого не делалось. Но тем не менее мы имеем эти источники, первоисточники, куда мы можем обращаться даже к греческому тексту, полностью доверяя. Полностью доверяя. Поскольку был бы большой скандал, если бы они издали это без уточнений текстуса Ресиптуса. Понимаете? Потому что сразу видели люди большое расхождение. Как это? Как это? Они сказали, что вы знаете, хотя он очень авторитетный текстус Ресиптус, но нет основания полагать, что 26-я редакция Аллана менее авторитетная. То есть идет как бы конкуренция между манускримтами. Мы никакой конкуренции не устраиваем. Для нас важна истина, которая открывается нам через кого? Через Духа Святого. Что это наш Господь. И не только в таких моментах. Там смысловое иногда понимание некоторых моментов, когда они в этой редакции так, а в текстусе совершенно по-другому. Мы можем доверять Священному Писанию как Богословенному. Потому что то, что в нас, оно открывает нам, помогает познать нам эти глубины, эти истины благодаря именно Духу Святому. И вот наконец-то мы пришли к Матфею. То, что написано в 12-й леве 46-м все наукраинском языке. Когда же он еще говорил до народу «Ось мати его та брати его». Слушайте внимательно. «Ось мати его та брати его, которые стояли зону, захотели поговорить с ним. И кто-то сказал ему «Ось мати твоя и братья твои, которые стоят зону, хотят поговорить с тобой». Он же ответил тому, кто говорил «Хто мати моя и кто братья мои?». И, простягивши свою руку до ученых своих, он сказал «Ось мати моя и братья мои, бо хто буде виконувати волю отца мого, який на небесах, той мені брат и сестра и мати». И к словам Аделфои в греческому слову «Я даю сноску», где написано «Аделфои, брати, сковечка, кровні родичі, браття, брати и сестри как духовная семья, братья, люди одними профессии, одного из общественного становища, поглядов и денных переконаний». Ну, знаете, хто такое братья? Вот вы братья. У вас одни духовные взгляды, духовные ценности, духовные встремления одни. Братья – люди одними профессии, ну, как правило, одного из общественного становища, поглядов, и денных переконаний. То есть, все через запятую. Но братья – это брати и сестры, их духовная семья. А брати – это кровні родичі. И пришли до Иисуса, коли же Він ще говорит до народу, ось мати Его, та брати Его. А Его браты веровали В Него? Тогда кто-то говорит, вон братья твои стоят. Братья? Они же меня не верят. Он так не ответил, ты че? Если б ты знал, что они у меня не верят, что они дома такие устраивают мне эти самые испытания. Если ты действительно, по идее, явись народу. Помните, как говорится в Янгеле Теанне? Те чудеса, которые ты сотворил, там яви. Говорят, вы идите на праздник, а я пойду позже. И пришел потом как бы негласно. Не тайно, а негласно там слово. Потому что между тайным и негласным есть разница. Потому что вроде бы пришел тайно, это тоже что значит тайно. Так вот, мы понимаем, почему Иисус так отреагировал, когда ему спросили, вот пришли твои братья, братья, как духовная семья, те, которые с тобой в одном духе, в понимании, в разумении. Мы не сказали, вон браты твои стоят, а братья стоят. В русском языке этого не увидишь. В оригинале вы увидите, потому что там определенный артикль, артикль. И где всегда определенный артикль, там имеется братья, где Павел писал. Братья мои, иудеи, помните, сколько раз, мужи братья. он обращается к ним. Сложность существует в передаче мысли, которая есть в Евангелии. 1427, к примеру. Нет, Евангелие, это Анна. 1427. Я с 25 стиха прочитаю. Это я сказал вам, пребывая с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец в свое имя мое, он научит вас всему и напомнит вам все, что я сказал вам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, но не смущается сердце ваше и не рабеет». В украинском мове «Мир залышаю вам, мир ми даю вам, не так, як свит дает, я даю вам, не хай не бентежится сердце ваше и не боится». То есть, дело все в том, что есть греческая Ирена, которая обозначает «Мир, мир споки, злага да силис не съедны, это сам еще и еврейский шалом». Слышите? Вы знаете уже, все знаете, что такое шалом. И есть греческое слово «космос», которое обозначает «свит», «световый порядок», «усе свитское, земное». То есть, есть вещи, которые имеют другое значение. И одно из этих значений «космос» означает это «дети мира этого, не принявшие учения Иисуса Христа». Ага. Не так, как мир этот дает. Не так, как эти дают, дети эти, которые не приняли учения Иисуса Христа. Я даю вам. Мир мой даю вам. Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Шалом май. Мой оставляю вам, шалом мой даю вам. И в украинской мове сразу это дуже наглядно видно. И не только в этом. Не только мир, свит, там, братья. Во многих других местах, когда мы будем видеть эту разницу, то людям легче понимать значение то, что написано. Русский беднее, к сожалению, язык. Украинский богаче. И в синонимическом ряду богаче можно отобразить гораздо большими синонимами, чем в русском языке. Поэтому очень полезно владеть двумя языками. Лучше, конечно, если вы владеете четырьмя языками, греческим, еврейским, русским, украинским. Понимаете? Слава Богу. Читаю, как читал Григорий Сковорода на всех языках. Потом он и выучил. Итак, поговорим теперь мы немного о самом Священном Писании. Я, с вашего позволения, немножко присяду и перейдем перейдем к пророчеству, которая касается каждого верующих христианина, живущего в последнее время. Это пророчество было дано в библейском институте ЭЛИМ в Соединенных Штатах Америки через покойного Стэнли Фродшама. Я вам оставлю копию этого пророчества. Он был одним из тех, кто был крещен Духом Святым в Сандерлэде. И указан год, даже когда он был крещен Духом Святым. В Британии началось, когда началось движение. И вот через него было пророческое слово. Вот было, что сказано в этом библейском институте ЭЛИМ через Стэнли Фродшама. С великими судами. С великими судами я выступлю на селении этой страны. Имеется в виду США. Но это пророчество касается не только США. Это для последнего времени для многих стран. Великая тьма придет на страны, которые слышали моё Евангелие, но больше им не живут. Мой гнил придет над них. Тьма будет так велика и мучения так тяжелы, что люди будут искать смерти и не найдут её. Будет медленная смерть, голод и великие катастрофы. Мой гнев будет направлен против всего безбожного. Он придет с огромной силой. Мы познали, вы познали мою любовь, но еще не знали моего гнева, моей суровости. Мои суды буквально, буквально, и ничего не будет проходить легко. осознайте тяжесть моих судов и силу моего гнева против греха в моем доме. Мой суд начнется в моем доме. Я очищу мой дом. То, что происходит и на Украине, между прочим. Бог сейчас тоже очищает свой дом. И вы знаете, что я говорю в частности и о Киеве. Я очищу мой дом, чтобы ему не подпасть под мой гнев против беззаконий городов. Перед тем, как я посещу народы с судом, я начну в моем доме. Когда мой гнев придет на города мира, мой народ будет отделен. Мне нужен народ без пятна и порока. И такой народ будет сохранен мной во время, когда придет гнев на всякой беззаконие и неправедность. Постоянно нуждайтесь. Я приготовлю вас для грядущих дней с помощью трудной дороги, которая приведет к постоянной нужде во мне. Потому что, когда идти легко, то люди не ищут меня, но радуются временному благословению. И когда это благословение убирается, они часто идут туда и сюда, но не идут ко мне. Я показываю вам все это, чтобы вам искать меня постоянно и с великим усердием. С тем, как вы будете искать меня, я буду открывать вам истины, которые вы раньше не видели. И эти истины сделают вас способными выстоять в те дни. В то время, как вас гонят, оскорбляют, отвергают братья, то вы обернетесь ко мне всем сердцем своим и будете искать духовной жизни, в которой нуждаетесь. И когда придут бедствия, то у вас будет то, что поможет вам выстоять. Многие будут метаться в разные стороны. Сердце человеческое подведет их, потому что в каждой руке будет беда. В те дни будет так страшно, как никогда раньше, когда я посещу мой народ в могучей силе пробуждения, то это для того, чтобы подготовить их к предстоящей тьме. Со славой придет великая тьма. Слава для того, чтобы приготовить мой народ к тьме. Я дам способность моему народу пройти через все, все благодаря посещению моего духа, то есть излиянию моего духа. Смотри за собой, чтобы не возгордиться, и думай о том, чего достиг. Многие возгордятся, как в былые времена. Многие тогда приняли мое послание, но они продолжали не слушать. Не помазал ли я Иуя, но то, что я хотел, не было исполнено в его жизни. Слушайте посланников, но не восхищайтесь человеками. Тех, кого я помазал с чудесами и знамениями, возгордятся и упадут, и останутся на обочине. Я этого не желаю. Я дал им обеспечение, чтобы устоять. Я многих призываю в это служение и снаряжаю их, но помните, что многие упадут. Они будут подобны яркому свету, и люди будут восхищаться ими, но они будут захвачены духами обмана и введут многих из моих людей в заблуждение. Совращающие духи, прислушайтесь внимательно того, что касается этого. в последние дни придут совращающие духи, обольщающие духи, которые уведут многих из моих помазанников. Многие упадут из-за различных похотей и изобилия грехов. Но если будете усердно искать меня, то вложу дух мой внутрь вас. Если кто-то повернет направо или налево, вы не повернете с ними, но пусть ваши глаза всегда будут на Господе. Грядущие дни самые опасные, самые трудные и самые темные, но будет сильное излияние моего духа на многие города, но многие будут и уничтожены. Мой народ должен неустанно предупреждаться о приближающихся днях. Многие пойдут за совращающими, то есть обольщающими духами. Многие уже совращают мой народ. Это те, которые изображают праведность. Многие прячут свои грехи под возвышенными теологическими словами. Но я предупреждаю вас о совращающих духах, которые наставляют моих людей на зло. Многих из них я помажу, чтобы они могли очищать и просеивать мой народ, чтобы у меня был святой народ. Многие придут с духами отвлечения соблазна, предлагая похотливые соблазны. Вы увидите, что после того, как я снова приду к моему народу, пусть будет становиться все уже, путь будет становиться все уже и уже, и немногие пойдут по нему. Но не будьте обманутыми, праведные пути это мои пути. Даже если сатана приходит как ангел света, не слушайте его. Те, кто творят чудеса и говорят неправедность, тянет меня. Я предупреждаю вас с великой силой, что я буду судить дом мой, чтобы когда я приду, церковь моя была беспятная и порока. Я хочу открыть ваши глаза и дать вам дух понимания, чтобы вам не быть обманутыми, но ходили с честными сердцами предо мной, любя праведность и ненавидя злые пути. Смотрите на меня, и я дам понимать вещи духовными глазами, которые скрываются в темноте и невидимы человеческим глазом. Позвольте мне вести себя, позвольте мне вести тебя, чтобы ты мог чувствовать силы тьмы и битву против них. Эта битва не против плоти и крови. Если твоя битва такова, то ты ничего не достигнешь. Но если ты отдашь контроль и битву против сил тьмы мне, тогда они будут побеждены, и тогда освобождение придет к моему народу. Предостерегаю вас. Предостерегаю вас старательно изучать Писание в эти последние дни. То, что написано в действительности, произойдет. Поднимутся обманщики среди моего народа в большом количестве, которые будут говорить истину и приобретать расположение людей. Люди будут проверять Писание и говорить. То, что эти люди говорят, это истина. Потом, когда они завоюют сердца людей, тогда и только тогда они принесут неверные доктрины. Поэтому я говорю, чтобы вы не отдавали ваши сердца человеку и не восхищайтесь как предмет поклонения людьми, потому что с этими людьми сатана войдет в мой народ. Остерегайтесь соблазнителей. Вы думаете, что соблазнитель будет размахивать новой ересью и выставлять ее перед людьми? Он будет говорить слова правды истины и явится как служитель света, проглашающий мое слово, и завоюет сердца людей. Потом, когда сердца завоеваны, тогда будет принесена их доктрина и люди будут обмануты. Люди будут говорить, нет ли и это он говорил, и не сверял ли он это со словом? Следовательно, он служитель праведности. То, что он сказал сейчас, мы не видим в слове, но это должно быть правильным, потому что то, что он говорил раньше, было истиной. Не будьте обманутыми, не будьте обманутыми, еще раз говорю, из-за того, что обманщик завоюет прежде сердца многих и потом принесет свои коварные доктрины. Вы не можете распознать тех, кто мои и тех, кто не мои, когда они начинают проповедовать. Но ищите меня постоянно, и тогда эти принесенные доктрины будут иметь свидетельство в вашем сердце, что не они нет меня. Не бойтесь, я вас предупредил, многие будут обмануты, но если вы хотите, ходите в святости и праведности перед Господом, то ваши глаза будут открыты, и Господь защитит вас. Если вы постоянно будете взирать на Господа, то будете знать, когда поменяются доктрины, и не попадете в ее сети. Если ваше сердце право, то я сберегу его, если будете постоянно смотреть на меня, то помогу вам. Огромные опасности. Служитель праведности будет таким, его жизнь будет в согласии со словом, его уста будет произносить только истину, и не будет смешения. Когда появится смешение, тогда вы будете знать, что это не служитель праведности. Обманщики вначале говорят истину, а затем ложь, чтобы прикрыть свои грехи, которые им нравятся. Поэтому я советую и повелеваю вам изучать Писание, сравнивая с облазняющими духами, обольщающими духами, потому что это одна из великих опасностей этих последних дней. Я желаю, чтобы вы были твердо утверждены в моем слове, а не в человеке, чтобы вы не были передвинуты, как будут передвинуты многие. Я буду держать вас на пути праведности. Смотрите за собой, не следуйте за обольщающими духами, которые уже проявляют себя. Усердно ищите меня, когда вы услышите что-то, что вы не видели никогда в слове, и не восхищайтесь, не поклоняйтесь человеку, потому что через это сатана захватит многих из моих людей. Истина внутри. Истины, которые я явил вам, должны стать частью вас, а не просто пережитым опытом, но частью вашего характера. Не написано лишь, что я требую истину внутри. Это истина Господа, выраженная вашей сущностью, которая захватит вас. Многие узнают на опыте истину, но истина должна стать частью вас, вашей жизни. С тем, как мужчины и женщины будут смотреть на вас, они будут слышать не только ваш голос, но и видеть выраженную истину. Многие будут побеждены, потому что не ходят моими путями постоянно, и потому что они не позволили истине стать частью их. Я показываю все это вам, чтобы вы были приготовлены и сделали все, чтобы выстоять. Не бойтесь дней грядущих, но бойтесь только одного, чтобы ходить, угождая Господу. В это время я привожу в порядок и устрою мою церковь, чтобы она действительно была чистой, без пятной порока. Я буду работать в моих возлюбленных как никогда раньше от основания мира. Я все это показал вам, чтобы вы искали усердно Господа всем сердцем своим и были сохранены его народом. Аминь. И вы знаете, я должен вам сказать, я оставлю что было дано в Библейском институте Элим в США в 1965 году. Мне не так давно его прислали. В этом году, в начале этого года прислал один служитель Божий, проповедник, учитель библейский из Англии. Его фамилия Дорогичи. Мы перевели его на русский язык. Я отдал переводчице нашей свете. Она очень тщательно работает, хороший переводчик. Все без игры. На меня есть оригинал с собой. Я вам оставлю и оригинал, и это, чтобы вы могли смотреть, потому что это слово пророческое. Мы должны всегда рассуждать и размышлять над пророчеством. Мы не можем пророчество принимать, потому что это только пророчество. Нет. Библия нас учит, чтобы никакое пророческое слово не выходит, как слово человеческое. Понимаете? Но то, что написано в этом пророчестве. И пастор Анатолий Петрович Гаврилюк, как и президент объединения, как пастор церкви, и многие другие служители уже читали, уже знакомились, рассуждали, думали. Я лично, когда прочитал, знакомился, я понял, что это пророчество, хоть и было дано в 65-м году, в 1965-м году, а он был крещен в Духе Святом в 1908-м году, умер в 1969-м году, этот учитель библейский. Но понимание наше последние дни, вы знаете, это настолько понимание неконкретное. Последние дни, это может быть и 90-е годы, и 2000-е годы. Поэтому мы должны действительно бодрствовать, изучать Священное Писание, пребывать в нем, знать его голос, как голос своего пастыря. Вот тогда никто, Мои Утсен сказал, голос мой знает и слышит, и следует за мной. Нас никто не ведет, никакие пирамиды, никакие кампании, никуда ничего. Никто нас никогда не соблазнит никуда. Мы будем ходить в истине и пребывать в истине. Давайте сделаем перерыв. Аминь.